Сценарий Сценарий — это основа фильма, которая определяет, собственно, уровень фильма. Можно снять плохой фильм по хорошему сценарию, что часто бывает, но нельзя снять по плохому сценарию хороший фильм. Это закон. Юрий Коротков — российский сценарист, писатель, режиссер. Обладатель медали Ордена за заслуги перед Отечеством 2-й степени. Обладатель приза за лучший сценарий «Страна глухих» кинофестиваля российских фильмов «Ван Флёре». Номинант на премию «Золотой орёл» за лучший сценарий. 9-я рота. Обладатель премии «Золотой орёл» за лучший сценарий. Стиляги. Сценарий писать легче, чем стихи, легче, чем романы, но всё равно надо писать. Поэтому правило номер один для человека, который хочет стать сценаристом — это много читать. Научить писать невозможно. Можно только самому научиться. Для этого надо каждый день, хочешь ты того или нет, не только смотреть кино и залипать в соцсетях, но и читать хорошие книги. Правило номер два — смотреть много фильмов разных, можно даже плохие смотреть, чтобы понимать, в чём там ошибки и как это всё делается. Правило номер три — совершенно железное правило сценаристике. В сценарии должно быть событие. Ну вот давайте попростейший пример. Ромео и Джульетта. Все знают сюжет. «Мальчик любит девочку». Очень актуальный сюжет на все абсолютно времена, и на нынешние в том числе. «Мальчик любит девочку», «Девочка любит мальчика», но они принадлежат к враждующим семьям. Так было у Шекспира много столетий назад. Совсем недавно был снят фильм «14 плюс», где тот же самый сюжет. «Мальчик любит девочку», «Девочка любит мальчика». Разница по сравнению с Шекспиром в том, что они нашли друг друга в соцсетях. И вторая разница, что они живут во враждующих районах. В истории для кино всегда должно быть препятствие для героя. Практически нет фильмов про счастливую любовь. Встретили друг друга, улыбнулись друг другу и жили долго и счастливо. Это не кино. Кино, если встретили друг друга, но девушка из чужого района, за нее надо драться. Либо девочка из очень непростой семьи, а мальчик из очень простой. Мальчик может пытаться обмануть девочку и сделать вид, что он из очень крутой семьи. И вот это постоянное балансирование на грани разоблачения – это интересно. Что хотел бы посоветовать молодым зрителям, которые хотят сами начать писать и войти в мир кино – внимательно смотреть по сторонам. не ехать в метро, уставившись в телефон и закрыв уши наушниками, а посмотреть вокруг. Я люблю ездить на метро, хотя у меня есть машина, потому что я вижу живых людей. И каждый день я вижу хотя бы одного, а может быть и двух, а есть пять, и трех интересных людей, которые какую-то фенечку интересную расскажут. Или происходит какой-то конфликт между двумя людьми. В кино действует железное правило – обо всем надо договариваться на берегу, до того, как разбили тарелку. В начале съемок, в первый съемочный день, давняя традиция – разбивается тарелка, штатив кинокамеры. И каждый хватает себе кусочек этой тарелки, ее надо хранить обязательно до последнего съемочного дня. И вот обо всем надо договариваться до тарелки, потому что даже если режиссер и сценарист дружат, знают друг друга тысячу лет, они все равно разные люди. И читая один и тот же текст, написанный сценаристом, они видят разные вещи. Желательно сценаристу присутствовать на съемочной площадке, потому что иногда прямо в процессе съемок возникает, либо режиссеру пришла какая-то идея в голову, как-то по-другому разыграть сцену, либо, ну, все, что угодно, в кино может все, что угодно случиться, пошел ливень. Надо сегодня обязательно снять эту сцену, но на улице ее снимать нельзя, как она написана. А сцену просто нельзя перенести, просто перенести под крышу, ее надо переписывать. Я завидую тем ребятам, которые будут смотреть эту запись, потому что в мое время кино было совершенно недоступно, попасть в кино было практически невозможно. А сейчас можно взять телефон и снять кино. И есть фильмы, которые получают призы на фестивалях, которые крутятся на ТВ, которые сняты, разыграны перед телефоном и сняты на телефон. Вот эта тренировка съемок на собственный телефон с собственных друзей, она дает замечательный совершенно путь. Не надо бояться, сейчас выстроена очень комфортная лестница для подъема наверх в кинопроизводстве. Есть масса питчингов. Запомните это слово, если хотите быть сценаристом, питчинг, оно недавно появилось. Это когда ты присылаешь даже не сценарий еще, а просто что бы ты хотел написать. И жюри выбирает лучшие из этих работ, оплачивает их и ждет от вас сценария. Участвуйте в конкурсах «Поколение М» и удачи всем вам!